Всем привет! Меня зовут Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о программе Open Broadcaster Software, которая позволяет делать прямые трансляции в Facebook и на YouTube, и в том числе записывать ваш экран и делать скринкасты. Итак, что же такое Open Broadcaster Software? Во-первых, это программа с открытым исходным кодом, который существует практически для всех в версии операционных систем. То есть, если у вас Linux, macOS или Windows, вы можете найти версию для своей операционной системы. И естественно, что это бесплатно. И самое главное, что с помощью этого можно делать, можно проводить прямые трансляции, можно записывать то, что у вас происходит на экране. На самом деле, возможностей достаточно много, давайте посмотрим, как это работает. Так как у меня операционная система macOS, то я, в принципе, для того, чтобы скачать, перехожу вот в этот раздел. И здесь есть у нас кнопочка Download. Естественно, что заранее я уже скачал, я достаточно давно уже пользуюсь Open Broadcaster. Скорощённо, кстати, это называется OBS. И давайте посмотрим, какие есть настройки, как это вообще выглядит. Когда вы загружаете программу, выглядит это вот так. То есть, во-первых, у вас есть тут экран, который будет показан. Ну, то есть, можно посмотреть, что вообще здесь происходит. Значит, есть внизу разные сцены и источники. Есть микшеры, есть переходы и вот основные кнопки настройки. Давайте начнём с того, что сцены, по сути, это набор источников. То есть, вы можете создать сцену для какого-то одного варианта, например, для скринкаста. А для, например, трансляции с внешней видеокамеры можете настроить другую сцену и быстренько переключаться между ними. Но сегодня мы будем говорить, например, только об одной сцене и просто посмотрим, какие можно добавить сюда источники. Для этого просто нажимаем плюсик и мы видим, что здесь вариантов достаточно много. Во-первых, можно захват экрана сделать. То есть, если я сейчас включу захват экрана, здесь, кстати, можно переименовать, то вы увидите, что вот экран выглядит вот так. То есть, можно включать весь экран, какие-то программы. Достаточно удобно для того, чтобы транслировать только, например, часть того, что у вас происходит на экране. Когда вы нажимаете, например, вот захват экрана, у вас получился источник, который, собственно, выделен красным. Вы можете достаточно быстро его менять и передвигать по экрану. То есть, окна очень быстро адаптируются. И если вы нажмете на настройки, опять же, здесь можно сделать какие-то варианты более удобные. И что самое интересное, во-первых, здесь можно это делать в несколько источников. Например, вот я захватил свой экран. Теперь мы можем добавить еще, допустим, захват изображения. То есть, давайте добавим изображение. Просто добавляем файл, выбираем его на своем компьютере. Вот так это выглядит. И теперь у нас, видите, есть еще изображение. Мы можем, например, как логотип поставить его где-то сбоку и так далее. В том числе, например, мы можем добавить сюда, естественно, что захват веб-камеры. То есть, например, давайте посмотрим, как это выглядит. Устройство захвата видео. И вот сейчас вы увидите, что если, например, там подключена какая-то внешняя камера, в устройствах она будет отображаться. Если нет, то есть, например, только встроена фейс-тайм камера, как у меня в данном случае. И выглядит вот так. То есть, всем привет! Здесь, во-первых, пресет. Можно изменить размер, как это выглядит. И, опять же, я могу это вставить очень легко и изменить размер. Вот таким образом можно накидать на экран все то, что происходит у вас. И вот это все можно, во-первых, в первую очередь транслировать. А во-вторую очередь это можно сохранять на свой компьютер. То есть, вы, когда хотите сделать какой-то скринкаст, то есть, то видео, которое вы смотрите, по сути, сейчас, это можно записывать с помощью OBS. Вот здесь есть кнопочка «Начать запись». То есть, вот смотрите, что-то происходит. Мы, например, можем передвигать пока какие-то элементы и так далее. В общем, это достаточно удобно. И что самое интересное, что мы можем, смотрите, выключать видимость. Раз, раз. Например, изображение также можем выключить и включить. Мы можем захват экрана выключить и включить. Остановим запись и посмотрим, как это записалось. То есть, я просто перехожу в ту папку, где в настройках прописана запись. И вот если я сейчас нажму, то, вот видите, запись пойдет. Я просто выключу звук, и мы посмотрим, вот так это выглядит. То есть, по сути, все то, что вы видели на экране, когда я это делал, вот это все записалось. И в первую очередь, то есть, Open Broadcaster позволяет делать классные скринкасты, когда есть несколько источников, которые вам нужно добавить. Это веб-камера, это изображение или что-то еще. Теперь главное другое. Давайте посмотрим, какие еще есть настройки. И, естественно, что, как я вначале сказал, можно с Open Broadcaster делать трансляции. Значит, вот кнопочка «Запустить трансляцию», она там самая очень такая популярная будет, когда вы будете это делать. И давайте посмотрим настройки. Значит, что нужно настроить, когда вы хотите делать трансляцию? Во-первых, выбираете «Вещание». И вот здесь, так как я вначале говорил, что можно делать для YouTube и для Facebook, на самом деле вариантов намного больше. Но в основном давайте посмотрим, как работает YouTube и Facebook Live. Значит, когда вы выбираете YouTube, да, все, что вам нужно сделать, это нужно прописать вам ключ потока. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно перейти в ваш канал на YouTube, если у вас есть аккаунт. Естественно, вы знаете, где это что находится. Вот, например, у меня в профайле. Я захожу в творческую студию. Сейчас я перехожу. И вот здесь, где раздел «Прямые трансляции», опять же я перехожу. И вот смотрите, тут можно прописать название и можно скопировать вот этот ключ. Я его копирую. И его надо вставить в Open Broadcaster. Вот сюда. Вставляем и нажимаем «Ок». После чего я нажимаю «Запустить трансляцию». И видите, что трансляция нормально пошла, потому что не было никакой ошибки, и уже есть кнопка «Остановить трансляцию». То есть она нужна, когда вы хотите ее закончить. И теперь, как вы видите, вот здесь постепенно появляется запуск трансляции на YouTube, и все происходит автоматически. Достаточно все удобно. Вот через несколько секунд здесь появится как бы то изображение, которое есть у нас в Open Broadcaster. И вот видите, вот сейчас это подгружается. И уже все те люди, которые, например, хотят смотреть вашу прямую трансляцию, они ее видят. Ей можно поделиться с помощью ссылки вот этой. И теперь посмотрим, как делать прямую трансляцию в Facebook. Опять же, это тоже достаточно просто. Что нужно сделать, чтобы сделать прямые трансляции в Facebook с вашего компьютера? Опять же, это очень просто. Вот у меня есть некая страница, я нажимаю на «Publishing Tools», перехожу в настройки, и здесь у меня есть «Videos» и «Video Library». То есть я нажимаю на «Video Library», то есть «Видеобиблиотека», и вот здесь есть кнопочка «Plus Live» или прямая трансляция. Когда я нажимаю, опять же, у меня появляются настройки. Все, что мне нужно сделать, мне нужно скопировать вот этот «Stream Key». Я его копирую, вставляю в Open Broadcaster в настройки, предварительно выбрав «Вещание» и здесь поменяв на «Facebook Live». Вставляю, нажимаю «Ок» и запускаю трансляцию. Опять же, видите, все произошло правильно, потому что нет никакой ошибки. И теперь смотрите, нажимаем на «Превью». Вот. И вам здесь все, что нужно, прописать просто название поста и название видео, которое будет. Нажмем «Go Live» или «В прямую трансляцию». Несколько секунд, сейчас это подгрузится, и вы увидите, как это выглядит. Так как есть некая заминка, видите, это буквально несколько секунд, пауза, и вот все, что происходит на экране, вы видите, собственно, это работает. Здесь, кстати, есть полная статистика, и когда вы хотите прекратить вещание, видите, «Live», например, я могу посмотреть, как это выглядит на моей странице, потому что видео появляется на, собственно, имеет свою ссылку, и оно потом публикуется на вашей странице. И вот сейчас вы видите, что «Live» и вот есть тестирование. Ну, собственно, все понятно. Собственно, мы посмотрели, как это работает. Это достаточно просто, поэтому всем рекомендую попробовать использовать Open Broadcaster для ваших компьютеров, для того, чтобы транслировать то, что происходит у вас на экране или включить внешнюю камеру. Тогда будет намного проще, эффективнее это все делать. Это бесплатно. Это самое главное, поэтому попробуйте. Ничего в этом сложного нет.